По-прежнему, M это середина отрезка АС, N это середина отрезка ВС, АВ равно 10 сантиметров. Все остается один из одного. Только убирается возле этого раза, что точка С лежит на отрезке АВ. Посмотрим, какой получится совершенно замечательный результат. Итак, рисуем А, дальше 10 клеточек или 10 сантиметров, как вам привычнее, В, важно 10 каких-то единиц. А вот дальше происходит следующее. Точка С нарисована не на отрезке, а на каком-то расстоянии над этим отрезком. М по-прежнему, это середина, N по-прежнему, это середина. И вас спрашивают, чему равна длина отрезка M, N? Прошу вас, нарисуйте, пожалуйста, в тетраде, поставите по клеточкам, чтобы все там попало в гудомады. Точка С может лежать над отрезком АВ. На самом деле, возможно, картинка еще даже интереснее. Я ее вот здесь вот рядом нарисую. Представьте себе, что у вас точка С взяла и оказалась не над отрезком, а вообще вот где-то сбоку. Тогда ситуация окажется еще более интересной. Давайте мы ее тоже обсудим. Но потом. Потому что сначала нам разобраться бы вот с этой картинкой. Здесь у нас отрезок АВ. Точка С сдвинулась влево довольно сильно. Можно вычислить длину этого отрезка и длину этого отрезка? Ага, то есть вас интересует длина отрезка АС. Нет, я хочу вообще... Ответ какой? Ответ какой? Ответ какой? Я пока не мешала, я покажу. Чему равна длина отрезка МВ? Кстати, это настолько важный отрезок, что у него в математике даме есть специальное название. Средняя линия. Средняя линия треугольника. Нарисуйте у себя в тетради картинку. Реально нарисуйте эти самые 10 км. Возьмите серединку, серединку и заметьте расстояние. Сколько там получится? Да. 5 км. У вас получилось 5. Замечательно. Это половина. То есть вы говорите, что на самом деле отрезок МН – это половина отрезка АВ. АВ разделить на 2. На самом деле ответ верен. Кто бы нам его объяснил? Теорема, к которой мы сейчас пришли, звучит так. У любого треугольника длина средней линии равна половине длины соответствующей стороны. Это замечательный факт. Теперь вот нам его надо как-то объяснить. Почему же это так всегда? Риняя не заставляет. Вы не заставляет. Нет, то, что она называется, с ринейей – это не аргумент. Ну, она… Нет. Нет. Вы можете показать нас тем, почему это половина? Вот это вот аргумент А. Это 10. Да, 10. А вот это надо вот тут. Вот это все то, что купить, и как у нас она прилагает и серий. Верно, если вы начерпите, что будет 5. Вопрос, почему будет 5? Ее называют в спине, но почему вы думаете, что она не является? Понятно? Да. Потому что отрезок АВ, он… Вм, отрезка АВ занимает ровную половину. Если его перенести, чтобы ровное было, что, например, с началом А, то получится… О, хорошая мысль. Перенести его к началу отрезка А. Ну, давайте-ка мы это сделаем. Это действительно очень полезно. Взял середину вот этого отрезка. Отложили сделать такую вещь. Взять вот этот вот отрезок и нарисовать его здесь. Ну, замечательно. Взяли, нарисовали. Но почему эта вот точка попадет в точность середину отрезка? Давайте я обозначение поставлю. Значит, так, здесь А, здесь С, здесь у нас с вами В, здесь наши точки М и Н, а вот это какая-то непонятная точка. Почему это середина? Совершенно непонятно. А в первую цель на трехсторонний треугольник? Понимаете, если взять равносторонний треугольник, то действительно, смотрите, когда треугольник по 60 градусов, все углы и все стороны равны, то действительно он состоит из четырех одинаковых маленьких треугольников. И действительно, вот эти вот два желтых отрезка будут равны, а это будет середина стороны. Но нельзя ли доказывать общую теорему? Общая теорема значит так, что у нас обязательство будет на трехсторонний. Нельзя доказывать общую теорему словами «Рассмотрим равносторонний треугольник со стороной 10». Это неправильно способствует. Да? Я заметила, что если не внести, то даже не подводить, но не внести, а родные, как учитывая, состоит из технических четырех с разными разными сторонами. Ага, ага. Отлично. Отлично. Нам говорят такую мысль, что на самом деле, если взять и нарисовать здесь отрезок, ну и тогда уж здесь отрезок, да? то получится четыре одинаковых треугольника. Это правда. Более того, это правда не только в том случае, который я нарисовал, но и если точка С расположена слева или справа. Давайте я такую картинку тоже нарисую. А точка С оказалась здесь. Смотрите. Смотрите. Здесь будет точка М. Здесь у меня будет точка Е. Здесь тот самый желтый отрезок. Здесь я этот желтый отрезок рисую. Вот здесь. И... Что же у нас тогда должен провести отрезок МХ, правильно? То есть у меня пока что треугольников только два. Значит, чтобы было так в предыдущей картинке. Вот. Пожалуйста, проверьте у себя, получится или не получится, что эти четыре треугольника одинаковые. Еще лучше, только не надо сейчас делать, а лучше дома, вырезать из бумаги. Только бумага должна быть хорошая, плотная. Можно взять и сто бумаги. Перерисуйте, вольный, вольный, вольный. Единственное, что от него требуется, в норме, чтобы он был островугольник. Знаете, что такое островугольник? Это у которого все углы меньше ремок. То есть, там, 105 градусов нельзя, 89 градусов можно. То есть, по-своугольник не будет. Чтобы все углы меньше, чем 90 градусов. И у него берет середину. После чего делаете такую забавную вещь? Загибаете вот так, загибаете вот так, и загибаете вот так. Что у вас получается? У вас вот это склеивается с этим. Это склеивается с этим. Это склеивается с этим. Чтобы это поправку сделать, надо, конечно, тут оставить эти клапки. Может, и знаете, расклеиваю их. Многогранники, то надо не в точности вырезать грани, а грань еще чуть-чуть, понимаете, да? Чуть-чуть оставлять. Ну что, с чем склеить? Какая фигура у вас получится, когда вы это склеите? Да. Название. Да? Неверно. Какая в пространстве получится штука? Да? Никто не знает это слово? Нет, не конус. Пирамида – это верный ответ, но есть более точный. Ромб – это вообще на плоскости. Так, куча русских, ребят. Как называется фотогранник, у которого четыре вершины? Четырехугольник. Четырехугольник – это на плоскости. У куба, кстати, восемь вершин, а у нас и четыре. Тетраев. Тетраев. Молодец. Я вот научение плохо говорил, но слово говорил правильно. Тетра – это р. Если склеить вот так, вот так, вот так, то получится в пространстве фотогранник, который называют цитраем. Кстати, обратите внимание, что вот здесь вот склеить не получится. Здесь будут проблемы с склейкой. Ну, в задании о том, когда есть возможность что-то сделать руками, то очень советую на самом деле это действительно сделать руками. потому что только вот когда вы как-то все поклеили, посмотрели, то все становится гораздо понятно. Но возвращаемся к нашей задаче. Здесь 10. Сколько здесь? Как это понять? Как это доказать? Да, я решила задачу. Как? Давай. Для этого нужно узнать вот эту, вот эту сторону, и вот эту сторону, и вот эту сторону. И потом вы говорите, нужно узнать. Маш, вы говорите, что, вы некоторые проекты рассказываете, нужно узнать то-то, то-то и то-то. Меня интересует не проект, меня интересует ответ, решение. Например, здесь два. Здесь, здесь два. Здесь будет два сложных, потому что не то, конечно. Ребята, никакие конкретные вычисления с числами вообще не помогут. Нам нужно доказывать общее решение. Здесь, вы же не умеете доказывать. То есть, здесь получились 4 окна, но вопрос, почему они получились? Вопрос, почему это самое 4 треугольника действительно да, пожалуйста. Я думаю, потому что этот, берется два раза, это M и M середины, поэтому одинаковые. У нас есть произвольный треугольник. У него середина. отрезки равны, эти отрезки равны. Нас интересует, почему здесь будет 5, почему здесь будет 5, если здесь 10. К сожалению, никто из вас не догадался на одной простой вещи. требовалось просто взять и провести вот так вот здесь были одинаковые отрезки, значит, здесь будут тоже что? Одинаковые. Здесь будет что? Одинаковые. ребята, мы возвращаемся в точности к той же самой задаче. Что произошло? Я фактически бетонную плиту бросил на эту. Представьте себе, да? Вот у нас был чертеж, а мы взяли и прямо сверху хлопнули, и так, сверху просто прихлопнули, и у нас получилась простая вещь. Точка С' N' и наша общая задача свелась вот к этому. Разумеется, когда вы будете в школьном учебе геометрию, вам объяснят, что это все неправда. Объясняю, почему вам сказали, что это неправда. Потому что я здесь пользовался одной недоказанной вещью. Я пользовался тем, что если здесь была середина, то есть здесь была тоже середина. Вообще-то, по большому счету, это и есть то утверждение, с которым я сейчас работаю. И, конечно, его доказывают совсем по-другому. Но у меня сейчас нет цели рассказать вам строго, как это доказывают. Книжка называется «Геометрия в задачах». На самом деле об аксиомах геометрии. Об этом тоже очень интересно поговорить, но только после того, как какие-то простые вещи вы умеете решать. Так же, как какие-то сложности русского или английского или еще какого языка, бессмысленно обсуждать с теми, кто нам здорово знает не умеет, да? Надо сначала как-то научиться говорить какие-то простые вещи. После этого можно уже учить и грамматику, и сложные вещи. Так вот, ребят, здесь середина перешла в середину, замечательно. Здесь, здесь ситуация немножко другая, все равно решить эту задачу можно. Рассказываю как. Собственно говоря, тот же самый способ. Провели, провели, провели. Только на этот раз история будет такая. Вот эти два ответственных равных в порядке. Потому что здесь вот эти были равны, значит, эти будут равны. А еще будут равны из-за того, что здесь была середина. Вот такие вот отрезки. Это все внимательно. Из-за того, что здесь была середина отрезка ВС, то внизу будет середина. И теперь смотрите, какая история. Если длину вот этого обозначено Х, и вот эту длину обозначено Х, а вот этот ИК, ИК, то я могу записать следующую штуку. Во-первых, что такое ЭМП? Если я прохожу вот это ИКС и потом прохожу вот это ИК, то я фактически прошел МН. И так, ИКС налево, ИК направо. Это то же самое, что АКТОСКИ Н к ТОСКИ значит, отрезок МН это разность ИКС-Минус ИК. А теперь соображаем, что такое отрезок В. На ИКС сдвигается налево, еще на ИКС, а потом сюда и сюда. Получится такая штука. АВ это 2Х минус 2Х Ну вот видно, здесь у нас Х минус ИК, а здесь 2Х минус 2Х здесь в 2 раза меньше. Хорошо. Что такое средняя линия треугольника мы с вами поняли.